Нам не нужны мощные челюсти, его просто бросают в дрожжи. Да-да, коронками, но молочные зубы, представляете? Он вообще теряет сознание или как? Тоже очень интересный момент, обратите внимание родителя. Можно ли их полечить? Нет, рано. На национальном телевидении передача «Они болейка». Здесь мы обсуждаем темы, связанные с развитием и здоровьем наших детей. И сегодня актуальная тема «Здоровые зубы с детства». И у нас в гостях врач-стоматолог, ортодонт, международный лектор Зинаида Михайловна Романю. Добрый день, друзья! И хотела бы выразить вам благодарность за возможность пообщаться с очень важной и интересной темой в эфире. Сразу стопроцентное доверие, глядя на вашу шикарную улыбку. Стоматологи, учтите, вы для нас самый огромный пример. В каком возрасте появляется первый зуб? И говорят, что у девочек все развитие происходит намного ранее. С зубами это так же? На самом деле, я с вами немножко поспорю. Когда я училась в стоматологии, это было лет 15-16 назад, уже все поменялось. Дорогие друзья, сейчас нет сроков, нет стандартных норм. И это нормально. В среднем зубки у деток прорезываются в 6-8 месяцев. Но если у вашего малыша первый зубик появляется в 11-12 месяцев или даже чуть-чуть позже, это вовсе не повод паниковать. Девочки или мальчики тоже нет какой-то разницы. У мальчиков развитие чуть-чуть запаздывает, и зубки появляются немножко позже. Но опять же, это уже является нормой не следить за сроками. Как только появился первый зуб, мы приступаем к уходу за зубами. Какую щетку выбрать самую первую? Силиконовая, щетинистая? Какая зубная паста должна быть с фтором, без фтора? Сейчас огромный выбор электронных щеток, да? Я понимаю, Екатерина, что хочется какого-то чек-листа, но попробую рассказать, как я это вижу. Ведь я тоже мама двоих детей. Самые первые зубки маленькие, это молочные зубы. И мы не можем почистить их щеткой, плюс ваш малыш не может этого сделать самостоятельно. Есть специальные напальчники, силиконовые насадки на ваши пальчики. И мама своей ручкой, своим пальчиком самостоятельно вычищает зубки. Первые зубки, самые-самые первые, мы чистим, конечно же, без пасты. Просто водичкой, просто силиконовой щеточкой. То есть мы убираем это на лед. Безусловно. Когда использовать первую щетку? Честно говоря, ваш малыш научится нормально чистить зубы лет с трех, не раньше. Я своим деткам и многие мои знакомые стоматологи своим деткам выбирают щетки где-то с шести месяцев. Для чего? Мы приучаем малыша играться с этой зубной щеткой. Он не чистит ею зубы. Чистим зубы мы, напальчником. Но зубная щетка в игровой форме приучает малыша делать так же, как родители. Не напрягайте, не заставляйте малыша работать, не заставляйте малыша специально, обязательно чистить зубы. Я привлекала папу. Наш папа чистил зубы вместе с сыном. Я чистила зубы вместе с дочкой. И никогда его не ругайте за то, что он забыл почистить зубы. Просто показывайте своим примером. У нас есть зубная челюсть. Многие до сих пор считают, что мы должны чистить зубы просто горизонтальными движениями. Это немножко не так. Мы берем зубную щетку и двигаемся от десневого контура к режущему краю. На верхней челюсти вниз, а на нижней челюсти, конечно же, вверх. Вот эти движения, они кажутся очень простыми, очень примитивными, но убирают максимальное количество еды, органических остатков. Необходимо делать круговые движения, массирующие в области десны и обязательно дочищать эти зубы. В ваших руках обычная щетинистая щетка. Все-таки как вы относитесь к электрическим? Электрическая щетка не может вычистить так же тщательно, так же классно, как мануальная. Я советую покупать электрическую зубную щетку с самого раннего возраста, для того, чтобы в игровой форме, опять же, помогать и приучать. Там есть таймеры, да, то есть минуту или меньше или больше, сколько все-таки длится? Хотя бы минуту, в среднем около минуты. И есть новинки, есть новые щетки, на которых таймер встроен в зубную щетку обычного мануального образца. Тоже очень интересный момент, обратите внимание, родители. Все, что помогает в игровой форме помогать вашему малышу чистить зубы, это здорово. И, конечно же, песочные часы, банальные песочные часы. Как только появляются первые зубы, мы должны обратиться к стоматологу. Это происходит где-то 2,5-3 года. Я ребенка повела в 3 года к стоматологу. Врач мне говорит, держите ребенка, я его держу, ребенок орет. Сейчас нам 6 лет, ничего не забылось. И от слова «стоматолог» его просто бросают в дрожь. Объясните мне, пожалуйста, какую ошибку я допустила как мама? И вообще, норма ли лечить зубы под крики, под оры? Наверное, сейчас существуют абсолютно другие методики. Екатерина, стоматология изменилась. Слава богу. Каждый детский доктор – это психолог. И если психолог грамотно находит подход к малышу, к малышу где-то от 4-5 лет, то никакие дополнительные методы обезболивания, в том числе седации, например, к которой я прекрасно отношусь, не требуются. Если мы говорим о ребенке с негативным прошлым в виде удержания, безусловно, это не забудется. Это не забудется никогда, и даже во взрослом возрасте, в 30 или в 40 лет, безусловно, он будет помнить об этом. Самое главное – это доктор. Если доктор нашел подход к родителям, нашел подход к вашему ребенку, то седация не требуется. Но если вашему малышу меньше 4 лет, если он плохо сидит в кресле, то ни о какой коммуникации с доктором не может быть и речи. Многие мамы боятся вообще этого слова, они путают седацию с наркозом. Так это же абсолютно другое. Это буквально на 10 минут ребенок, он вообще теряет сознание или как? Объясните еще раз, пожалуйста. Смотрите, есть разные варианты. Есть седация поверхностная, есть седация более глубокая. Сама по себе седация не является наркозом. Ребенок остается в сознании, ребенок контактен, но при этом он очень спокойно реагирует на любые внешние воздействия. А боль он чувствует? Есть ситуации, когда мы не делаем дополнительное обезболивание. Есть ситуации, когда и седация обезболивания идут параллельно. Поговорим немножко про молочные зубы. Я знаю родителей, которые говорят, что «Ой, молочные зубы не буду лечить, все равно выпадут». «Ой, молочные зубы вообще без корней, они абсолютно не болят». Что грозит для нашего здоровья, если мы не будем лечить молочные зубы? Если мы теряем молочные зубы, теряем его раньше времени по причине того, что его не полечили, просто отдали хирургу на удаление, мы можем получить смещение соседних зубов. Это стойкое смещение может привести вашего ребенка, имеющего, в принципе, изначально базовый правильный прикус, в руки ортодонта. Поэтому подумайте много раз, а нужно ли вам, ребенка с правильным прикусом, с правильными исходными данными, обязательно уводить в кабинет ортодонта для исправления скученности, причиной которой явился тот самый ранее удаленный зуб. Кто определяет, сохранять зуб или полечить, или все-таки удалить? Только ортодонт. В моей практике было очень много клинических случаев, когда, к сожалению, в прошлом особенно, деткам удаляли не молочные, а постоянный зуб, поэтому обязательные рентгеновские снимки, обязательный контроль рентгена каждого зуба перед удалением. Ну и мама, конечно, хочет максимально защитить зубы своего ребенка, и мы переходим к методу фторирования, серебрения. Сейчас множество методов стоматологии. Работают ли они вообще сейчас, и защищают ли они действительно зубы наших детей? Это очень интересная, дискутабельная тема, но о методе серебрения я бы не хотела даже останавливаться на нем, тем более говорить. Почему? Потому что это очень старая методика. Есть огромное количество новых современных материалов, которые позволят вам красиво, эстетично, а главное, результативно побороться с кариесом. И, конечно, не забывайте о том, что центральные зубы очень часто подвержены сумасшедшему сильному кариесу, так называемый бутылочный кариес. Этот самый бутылочный кариес может вашего ребенка в год, или даже в полтора или в два года практически лишить коронковой части верхних центральных молочных зубов. Эти зубы должны быть восстановлены. Здесь как раз вопрос к седации. Я очень классно отношусь к седации в этот момент для того, чтобы восстановить целостность этих зубов только, к сожалению, уже коронками, да-да, коронками, на молочные зубы, представляете? Поговорим немножко о питании детей, как это вообще влияет на челюсть и на зубы. Я своим детям, например, все пюрировала, и мне кажется, я вновь допускала ошибки, потому что как только мы обратились к врачу-ортодонту, пюрировали, да, нужно было сжевать яблоки, морковь, грубую пищу. Как вы относитесь вообще к пище? Совершенно верно. Необходимо есть все жесткое для развития наших челюстей. Необходима работа, работа наших мышц. Но есть проблема. Даже если вы, как осознанная мама, будете всем малышам давать яблоки и морковки, я, как осознанная мама, тоже буду это делать. К сожалению, мир поменялся. У нас случились новые эволюционные развития. И что такое эволюция в стоматологии? Это уменьшение размеров челюсти, которое мы наблюдаем в последние 100 лет. То есть они узкие, а зубов много? Дело даже не в узости челюстей, а в том, что они становятся меньше. Вся наша зубочелюстная система реорганизовывается. Вот то самое пюрирование, те самые полуфабрикаты – это проблема всего человечества. Поэтому эволюция сейчас уменьшает размер челюстей. Она считает, нам не нужны мощные челюсти, потому что мы не едим жесткую еду. То есть мамы ничего не перируем, все едим жесткое, твердое. А как вы относитесь к чупа-чупсам? Какая еда портит вот очень сильно наши зубы? Я не хочу рекламировать себя как маму, но мои дети не едят сладкое. Вообще? Вообще не едят сладкое. Так, а как вы заменяете? На сегодня есть специальные классные конфетки, которые на самом деле не являются сладкими. То есть они сладкие, вкусные для ребенка, но при этом не вызывают кариес, а защищают от него. Подберите своему ребенку правильные сладости. Так, они продаются в общем доступе? Конечно. Каждая мама задумывается о направлении ортодонтия. Как скоро к ней прибегнуть? Как не запустить это на такой вот очень длительный срок, где помогут только брекет-системы? Есть ли какой-то интервал 3-4-5 лет, чтобы мама уже подумала, так, мне нужен врач-ортодонт? Самое первое, что вы должны сделать, вы должны показать ребенка своему ортодонту в 3 года. Почему в 3 года? В 3 года завершается формирование молочного прикуса. То есть те самые зубы молочного типа, которые у нас возникают у кого-то, появляются в 6 месяцев, у кого-то в 12 месяцев. Эти зубы формируют постоянный прикус примерно в период с 2 до 3 лет. И если даже ваш малыш относится к категории малышей, у которых зубы прорезываются поздно, то к 3 годам мы уже увидим тот самый молочный сформированный прикус. То есть первое, что необходимо увидеть нашему доктору, будут ли в будущем какие-то зубочелюстные аномалии. Да, вы не ослышались, уже в 3 года можно их увидеть. Можно ли их полечить? Нет. Рано. То есть по снимку в 3 года мы видим. Так, далее. Мы не делаем снимок. Как правило, если зубы нас полностью устраивают, и это не требуется детскому терапевту, то мы просто делаем осмотр. Но мы запоминаем и ориентируем родителей на те проблемы, которые могут случиться где-то к 6-7 годам, к моменту прорезывания первых постоянных зубов. Постоянные зубы прорезаются в период с 6 до 8 лет. Когда нужно прийти второй раз к ортодонту? Не с первым постоянным зубом, как думают многие родители. Нам необходимо дождаться 4 верхних постоянных зубов, 4 нижних постоянных зубов и первых маляров. У кого-то это 6 лет, у кого-то 8 лет. Как правило, у девочек 6 лет, у мальчиков 8. И очень важный момент. Если у вашего ребенка молочные зубы прорезались поздно, то и постоянные зубы будут прорезаться поздно. Если рано прорезались молочные, в те самые 5-6 месяцев, то к 6 годам ждите первых постоянных. Я своему ребенку поставила пластинки в 7 лет. И я очень довольна результатом. Все настолько быстро формируется, и у нас преобразовывается красивая улыбка. Пластинка – это прекрасный инструмент. Я думаю, сейчас нет родителей, которые об этом не знают. Это самое популярное, что есть у современного ортодонта в арсенале средств. У каждого нашего ребенка есть два базовых скачка роста. Первый скачок роста – это период с 8 до 9 лет. Второй скачок роста – период с 11 до 12 лет. Опять же, в среднем у мальчиков чуть-чуть попозже, у девочек немножечко пораньше. Для чего нам нужны периоды роста? Для того, чтобы корректировать те самые несоответствия. Например, увеличить размер верхней челюсти, не дать развиться нижней челюсти. Или наоборот. У каждого ребенка по-разному. Я очень хорошо отношусь к пластинкам. Я вообще считаю, что необходимо вовремя находить какую-то проблему, ее корректировать. Но знаете ли вы, что лет 5 назад уже появились более современные методики, которые полностью заменяют пластинки и делают то, что пластинкам было недоступно? То есть пластинки уже отходят на задний план? Безусловно, их можно использовать, но есть еще более прогрессивные методики. Я не хочу загадывать, но понимаю, что через 5-10 лет мы, наверное, о пластинках уже не вспомним. Знает Михаиловна, у нас есть рубрика «Вопросы от наших телезрителей». Давайте перейдем к ней. Если уже выпал молочный, но не появляется постоянный зуб, стоит ли нам срочно бежать к стоматологу? Или это норма? Эволюция не стоит на месте. Мы уже разбирали с вами, что размер челюсти уменьшается. Но также последние тенденции – это уменьшение числа постоянных зубов. То есть природа не додает современным деткам полный комплект зубов. Полный комплект зубов – это 32 зуба. Но на сегодняшний день часто природа забывает дать один или два боковых резца, забывает дать один нижний резец, то есть вместо четырех мы имеем один резец. И самая популярная, третья по популярности проблема – это отсутствие одного или нескольких премоляров, то есть четвертых или пятых зубов по счету от центра. Вот такая проблема, проблема того, что молочный зуб уходит, а постоянно не появляется, встречается в моей практике уже у каждого второго малыша. Как сейчас лечат деток, если нужно выравнивать зубы? Какие современные методики появились на вооружении детских докторов и ортодонтов? Кроме всех известных пластинок. Детям тоже ставят брекеты. И, кстати, детям ставят брекеты с 6 лет. Возможно, многие этого не знают. Системы прекрасно работают, но ни один ребенок в 6 лет не может вычистить такую сложную аппаратуру, поэтому в этом есть сложности. Система классная, не буду ее сильно рекомендовать. Нужно сказать об элайнерах. Да, элайнеры, то, что раньше использовалось в виде такого хай-класса для взрослых людей, сейчас уже более 3-5 лет используются для деток. И элайнеры – это своего рода более современные пластинки. То есть такие силиконовые насадки. Совершенно верно. Они меняются каждую неделю. Они позволяют снять проблемы по возникновению кариеса у ребенка. Следующий вопрос. Неровные зубы у ребенка. Насколько это серьезно? Чего боятся или не боятся родителям? Мне бы хотелось, чтобы родители немножко расслабились. Если у вашего малыша появляются неровные 4 нижних центральных резца или 2 нижних центральных резца, это вовсе не повод бежать к ортодонту. Это не патология. Это нормально. Дождитесь первого скачка роста. Дождитесь, пока у вас начнет расти нижняя челюсть или верхняя челюсть, если есть такая проблема. Очень важный момент. Ко мне приходят часто родители и говорят, у нас неправильный прикус. И под словом неправильный прикус имеют в виду кривые зубы. Вовсе нет. Прикус – это смыкание зубных рядов. И если мы говорим о правильном прикусе, это ситуация, когда верхний первый маляр находится как бы кзади от нижнего. Давайте я вам покажу. Верхний первый маляр, тот самый первый зубик, который появляется у нас где-то в период с 6 до 8 лет, должен соотноситься с нижним таким же зубом таким образом, чтобы верхний маляр стоял как бы кзади. Если ваш прикус правильный, если ваше смыкание этих зубов правильное, то проблем по созданию места в переднем отделе, как правило, нет. Просто дождитесь роста ребенка. Следующий вопрос. Может ли у детей щелкать и болеть височно-нижнечелюстной сустав? Или просто нужно проверить ушки у лора и врача? Интересный вопрос. Потрясающий вопрос. Очень часто лор-доктора присылают своих пациентов к детским стоматологам, к ортодонтам. Или ортодонта отсылают. Или сами пациенты принимают решение, что если что-то болит вот в этой области, области виска, то, наверное, это ушко. Мы его простудили. Ваш доктор-ортодонт должен обязательно отдифференцировать, что это. Это патология лор-области или это височно-нижнечелюстная патология? Как это сделать? Понять, правильно ли у вас смыкание челюстей? К сожалению, неправильное расположение нижней челюсти может провоцировать раннее развитие дисфункции. Еще один вопрос. Можно ли молочный шатающийся зуб удалить дома самостоятельно? Классный вопрос. Да, конечно, конечно, можно. Вопрос, разрешит ли вам это сделать ребенок? Расскажу о своем опыте. У меня есть старшая дочка, ей 8 лет, и почти все свои зубки она удалила сама. Я просто пообещала ей подарок от зубной феи. Такая смелая. И поэтому она расшатывала каждый. А каким образом? Ниткой? Нет, просто расшатывать ручками. Дело в том, что каждый молочный зубик постепенно теряет свой корень. И ушедший корень создает ситуацию, когда ваш зубик просто слегка прикреплен к десне. То есть, в принципе, проблемы с удалением нет. Со своим младшим сыном я договориться не смогла. А мальчики более нежные. Поэтому, скорее всего, завтра мы пойдем к детскому хирургу. Нам как раз 6 лет. Наша беседа была невероятно продуктивной. Не только для наших телезрителей, но и лично для меня, как для мамы. Я узнала от вас много нового. У вас есть пару секунд, чтобы пожелать нашим телезрителям и детям всего самого наилучшего. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что здоровье ваших детей в ваших руках. До встречи. С нами была стоматолог, врач-ортодонт Зинаида Михайловна Романюк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова